Как прошли парады первоклассников в двух поселениях нашего района? Что интересного можно увидеть в Славянском историко-краеведческом музее? Как изменится движение в одном из участков города? Подробнее обо всем этом смотрите в нашей рубрике полезности и телетайп новостей. В день знаний 1 сентября в двух поселениях нашего района прошли парады первоклассников. В столице Петровской новоиспеченных школьников поздравили начальника управления образования Виталий Титаренко и глава поселения Владимир Михайленко. Сегодня очень замечательный и значимый праздник для каждого из нас – День знаний. И в этот день мы традиционно проводим уже несколько лет замечательный праздник, посвященный нашим первоклассникам. Дорогие ребята, сегодня вы вступили на новый путь, путь знаний. Очень непростой, но очень интересный. Первоклассники промаршировали по главной улице Станицы, после чего для них устроили настоящий праздник с участием ростовых кукол и вручением подарков. Традиционный парад первоклассников состоялся 1 сентября и в Станице Анастасийской. Праздничной колонной под руку со своими первыми учителями прошли юные станичники, которые в этом году впервые переступили порог школ. После парада для виновников торжества была организована интересная развлекательная программа. Жители города обратились в администрацию с заявлением о наносимом вреде дороги из-за движения большегрузных транспортных средств вблизи жилых домов. Ситуация коснулась славянцев, проживающих по улице Школьной между Дружбонародов и Кубанской. Изучив проблему горожан, Комиссия по безопасности дорожного движения принято решение внести изменения в проект организации дорожного движения по некоторым городским улицам. В этот перечень входят следующие участки улиц. Улица Школьная от Дружбонародов до Кубанской. Улица Дружбонародов от Школьной до Пролетарской. Улица Кубанская от Советской до Школьной. Улица Советская от ЖД Переезда до Кубанской. Улица Симофорная от ЖД Переезда до Иванова. Улица Иванова от Симофорной до Маевское шоссе. Также принято решение направить большегрузные транспортные средства по улице Дружба народов от Гриня до Пролетарской. Дорожные знаки, разрешающие проезд большегрузов, будут демонтированы по улицам Школьной, Кубанской, Советской, Симафорной, по направлению в микрорайон Кубриз, а также в обратном направлении. Работы по изменению организации дорожного движения в городе будут выполнены согласно утвержденному проекту организации дорожного движения не ранее 20 сентября этого года. Славянский историко-краеведческий музей приглашает всех желающих. В залах краеведческого музея бережно хранятся фотоснимки, весточки с фронтов, наградные листы, старые афиши и программки, дневниковые записи и многое другое. В экспозиции отдела природы Восточного Приазовья представлены различные виды животных и птиц, обитающих на территории нашего края, а также живущих в других районах и даже странах. Можно многое узнать о флоре и фауне родного края. В музее можно полюбоваться яркими красками логовых лекарственных трав, разнообразием насекомых, грациозными оленями, хищными птицами и многими другими интересными экспонатами. В картинной галерее регулярно проходят выставки профессиональных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, детского творчества. Приходите, здесь интересно!